На что конкретно рассчитывает Минск в этом союзе, звучало и сегодня в парламенте, и накануне на встрече президента со старым и новым составом национального собрания. Принципиальная позиция Александра Лукашенко в том, что он не подпишет ни один документ, способный нанести вред нашей стране. Президент подчеркнул, переговоры по углублению интеграции касаются исключительно экономических вопросов и направлены на улучшение положения Беларуси. Суть переговорной повестки – главным образом в установлении равных условий хозяйствования для предприятий двух стран. Ни о создании наднациональных органов, ни тем более об объединении государств речи не идет. Главное – запомните, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы должны понимать одну вещь. Потеряв Украину, Россия страшно боится потерять в хорошем смысле Беларусь. Но и она не может поддерживать Беларусь, не зная, какую политику мы будем проводить, как они думают, что мы будем делать, если определенное недоверие. И они хотели бы вот утрясти этот вопрос, чтобы понимать, какой будет Беларусь завтра. В то же время Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в руководстве России разные политические силы пытаются оказывать влияние на Владимира Путина. И не всем импонирует работа в союзном государстве. Оттого цена нынешних переговоров, по мнению президента Беларуси, весьма высока.